девочки приветики всем дел на самом деле мульон поэтому вот ну как бы пишу когда пишется сейчас еду в город я короче себе колечко купила на недели 2 назад когда ходила шопить там не помню я короче зашла в ювелирку я давно себя присматривала кольцо короче меня есть это как обручальное да как нет не обручально когда предложение это делают вот ну и типа надо было вот как раз таки вот это обручально у нас же свадьбы с майком не было но я как-то решила что по истечении времени вроде бы уже как-то и надо на самом деле я хотела знаете купить кольцо чтобы носить на правой руке вот такое обычно вот с какими-то камушками хотелось ну наверное тоже куплю вот очень смотрела что-то такое чтобы потому что здесь же носят кольца на левой руке мне хотелось все-таки сделать ну что-то вот такое да вот туда ближе к нашему культуре на правой тоже вот хотя кольца вот видите например сейчас даже не ношу и это надо маникюр сделать в общем и пошла просто посмотреть чё там какие вариантики и смотрел смотрела мерила мерила короче и нашла интересный вариантик сначала как вообще я не люблю такие вот выкуплые выпуклые всякие да потому что они цепляются за одежду и так далее но здесь увидел как вообще я кстати сразу приметил но и как-то так темно короче там были какие-то темные камни и я такая думаю ну какие-нибудь там голубые сапфиры что-то такое и такое но не то чтобы очень ну не для кольца короче вот я подумала может для сережек бы вот нет ну как бы голубой это не прям такой мой цвет вот померила стал прям идеально там еще скидочка была нас 40 процентов на это кольцо не буду раскрывать пока что за камни вы можете написать предположить вот поэтому еду все кстати ну кольцо это будет конечно для левой руки это типа она такое дополнение к вот этому предложению но обручальными верное все таки я хочу вот купить еще что-то на правую руку что-то такое простенько наверное из розового золота да вот не желтая не белая а розовая хочется мне и и вот что еще сказать но я типа рада я я типа рада я они отправляя почему я еду забирать его сейчас потому что ну там врачи стандартная размена она вроде на меня налазила но я думаю чумунку пестрит давайте расширим чуть-чуть на мои пососисончики тогда надо вот и это ну и короче я у них они прям хотя у них там сидел какой-то это башмачник вот тут прям но он это чинит или там что делает не знаю только определенного бренда ювелирку я такая вообще не поняла думаю какая разница ну короче ну тут у них вот так то есть они берут твое кольцо делают фотку там что-то оформляют и потом отправляют это куда-то херово кукуева я не знаю там куда за 3-9 земель ну там тебе на почту приходит уведомление на электрон куда ждите процессе ли там идет или там в процессе или уже пришло назад и вчера короче мне пришло электронное письмо что типа это кольцо уже вернулась можете забрать но они еще позвонили типа он приходит пожалуйста мы работаем завтра с часу вот поэтому я еду сейчас к ним вот так что вот обязательно вам покажу интересное такое ну блин надо еще конечно со своим кольцом показать видите я забыла я забыла не ношу я кольца кстати история как-то но споначалу то я носила кольца когда майкл мне вот на предложение сделать такое вот как раз у нас там был ремонт у нас там ферму туда-сюда но я носила кольцо ну типа надо же носить и все такое и как-то в ремонте я не помню что я делала то ли я мыла кисти то ли я короче ну вода была прям такая полуэта краска короче я туда хернула руку с кольцом короче майкл в панике типа ты чего вообще я когда камень что ему будет он уже не пропитывается ничего чего ему будет ну короче там паника была капец поэтому я на ферме кольца не нужно если честно неудобно там не знаю ведро схватить или там что-то да ну правда чего выпендриваться какая же по какашке полим ходим и типа чё какие бриллианты как и бриллианты вот поэтому вот ну как бы вот одеваю тогда когда-то по праздникам ну хотелось мне эти девочки ну хотелось тем более я решила что могу себе позволить оплатила сама майкл такой ну погоди зарплата будет типа я тебя куплю такая я сама хочу я сама вот хотела хотелось потратиться вот да все мужик проедет привет мужик и все наш колхозик вам немножечко покажу этого типа ну такой центр нашего колхоза вот тут магазин парковка собой вон там видите нет вот это я заправляюсь хочу просто похвастаться что нас заменили вот эти штуки были вообще старая без телевизора а теперь с телевизором вот очень-очень модно молодцы ребята ну кстати цены можете увидеть на бензин как Субтитры создавал DimaTorzok Доехала. Ну, собственно, вот так вы можете видеть, какой путь нужно проделать из нашей деревни до города, чтобы купить кофе. Да. И, ну, зато вы посмотрели наши просторы и, собственно, то, почему мы, да, вот, например, я и Наталья в том числе, да, называем Америку большой деревней. Ну, потому что это так и есть. Это просто большая деревня. И чуть-чуть и посерединочке где-то там раскинуты городишки. Вот так вот. Короче, вы все сами видели. Ой, шикарно. Вообще я кофе редко пью, но сегодня, в общем, такая погода. Ну, вы сами видели. Ням-ням-ням-ням. Люди такие странно ходят. Кофе блин горячий. Я пойду сейчас за колечко. Может быть, заглянусь в магазинчик. Не знаю, что там есть, не есть. Если что, я вам покажу. Заодно вам покажу парковку уже города побольше. Ну, видите, да, по-богатому. Уже по-богатому побольше магазинов раз-два. Несколько штучек нормальных. Вот. Но тогда мы не пойдем. Нам нужно в другую сторону. Нам нужно в центральный вход. Потому что там вот как раз магазин ювелирный. Есть много приколов, когда тут типа в США, да, сразу все-таки надо 150 раз перепроверить машину. Потому что как нифиг делать вообще могут залезть, если увидят, что у тебя что-то отдельное на переднем сидении лежит. Пила кофе и сразу иду к шоколадку. Он думал, мне надо шоколадку. Вот, кстати, никогда не пробовала бельгийский. Вкусный, нет? Что-то какой-то он не очень на вид, если честно. Пробовала голландский. Фигня какая-то, если честно. Так, ну, пойдем посмотрим, что тут есть. В принципе, мне ничего не надо. Да, ничего не надо. Но если найду какие-то игрушечки, мне надо котам купить еду. Вот, классно было бы, если бы тут еда котам продавалась. Какие корзинки, кстати, прикольные. Блин, я не могу пройти мимо всяких таких журналов, конечно. Какие-то еще, типа, день сегодня, цели на день. Какой хороший день, нет. Вечер с благодарностью. Ой, я такой возьму в себе, он не интересен. А это что такое? Тоже такой же. Ну, не шрифт, не нравится. Фигня какая-то. Почесть мне обошь, не нравится. Вот, как нравится. Создается уже новогодние игрушки продают. И декор тоже. Ой, какой прелестный. Тут же с тыквами. И тыквы, и игрушки. Я даже не декорировала ничего на... На чего, на осень. А уже зима, вон, наношу. У вас есть такие игрушки? Ну, нет. А перевернуть же хочется. Поэтому давайте попереворачиваем. Хе-хе-хе-хе. Ну, какая елка прикольная. Они тяжелые, блин, так-то. Ой, вот это вообще прелестно. Прелесть. Дима, снеговик для обнимашек. И печенька. Прелесть. Решила найти пододеяльники. И целое дело здесь найти пододеяльники. Потому что они здесь продают только... Видите, вот тут перечисляется, что... То есть, одна простынь, вторая простынь и две этих... Ну, для подушек. И практически везде так же. Вот я тут их переворачиваю. Считаю. Все вот. Одна простынь, вторая простынь и четыре наволочки. И... А мне нужен пододеяльник. А вот как бы они не продают их тут. Оно называется по-другому. Ну-ка посмотрим. Ну да, все то же самое. Вот как-то так, ребята. Жоба пушистая поищу. Игрушку выбирать. Весенние одежи уже висит, девочки. И что интересного крутит. Видите, как вот эти палахоны, летние, зимние. Состав только меняется. Стиль тот же. Вот. Закутаться и... Вот такие хорошенькие. Но белый цвет, конечно, и короткие. Для кого такие коротшие? Ну, розовые, конечно же, в моде сейчас. Штаны, вон, белюровые. Или, вон, пайетки. Ну, пайетки всегда, да, типа же в моде. Ну, короче, стиль вы поняли, я так думаю. Ничего интересного. Платье зато есть на распродажу. Ну, тоже такой материал, конечно. Ну, такой прямо. Я думаю, вы поняли. Вот такой прикольный. Но... Что это? Платьишко? Ой, какое, кстати, симпатичное. Размера моего сто пудов нет. Ну, да, одни. Эсочки, двоечки. А вот, кстати, десяточка есть. Ну, какой-то оно длинное для меня. Шибко. Буду, как бежит ручей, течет ручей. И я ничья, и ты ничья. Ой, три тесточки, какие я туфли купила. И вот какое платье висит. Рукава бы подлиннее. Ну, что вот это за оброгуши? Критика у меня негодует. Я не люблю, когда подмышки открыты. Вот прям не люблю. Вот что это? На зиму-то, да, шорты комбинезонные? Так, ну, короче, все как-то скучно и неинтересно. Вон пледики интересные. Можно посмотреть. У меня телегу заносит влево. Куда-то ее несет. Направо, точнее. Видите? И отпускаю она направо. Вот. Толкаю она. Вот. Капец, блин. Третьи какие-то костюмчики для животных. Ну, вот это, конечно, слишком. В наших этих краях-то прям жарко им будет. Краба. Костюм краба. Нафига. О, какая красивая женщина. Ну, все, короче. Прям зима. Прям зима. Даже хочется что-то купить, Ну, я просто не знаю, куда я это потом все пристрою. Антикор этот весь. Что еще смотреть? Что бы еще посмотреть? Рога опять меня привела к записным книжкам. Журнал снов. Типа записывать сны, что ли? Нифига, как прикольно. Так. О, прикольно. Так, это что такое? О, спасибо, да? Благодарность. О, интернетные эти. Вот это мне надо майку купить. Я куплю ему точно. Он все время забывает. Может, и мне купить. И себе куплю. О, пачки. Хиромантия, девочки. Я, кстати, в прошлый раз купила себе игру настольную. Мы, кстати, в нее рубились с майком. Надо какую-нибудь тоже купить. А что это за мишка? А это что такое? Мечты забываются. Нафига это? Какие-то темные карты. О, а нет. Какой-то журнал. Картишки раскинем, девочки. Все, все узнаем, все узнаем. Ой, ну, кстати, прикольные такие. Ну, огромные, конечно. Просто огромные. Вот, игры нашла. В прошлый раз я купила вот такую игру. Мы играли в путешествие. Прикольные, кстати. Вот, тут есть игра «Правда или желание». Наверное, ее и возьму. И вот еще что-то там, побег какой-то есть. Но тут непонятно просто, что делать нужно. И какой-то вот такой еще. А, типа, че-то они, че-то, что ли, как рота? Ну, я пока не знаю. Не буду. В десятики я зашла купить еду для котов. А тут свиньи. Прекрасно. Ну, какие у них обед, видимо. Вот свинюшки, вот свинюшки. Привет, свинь. А там один спит. А вот этот спит. Бозыцкий. А у этих восьм чаш. Трыхнет. Свинь. Милота. Блин, а тут котята есть. Ну, там большой кот. Вроде соседи хотели котенка. Надо им сказать. Ну, там тоже котик лежит. Здесь взрослые котики. Ну, там еще взрослые, вот там. Ну, здесь про него написано, что это Морис. Ему два где-то года. И он очень разговорчивый. Котик. Да. И. Чё? А еще. А, ну, он еще кастрировал. Вот. Этот котик. Тут ничего. Про него не подписано. Носик ободранный только. И вот написано, сколько котиков, ну, наверное, не котиков, а животных, в целом, питомцев пристроили. 167 тысяч. Молодцы какие. Ну, я не знаю, здесь ли только, вряд ли, наверное, здесь, а, наверное, в целом, через вот этот магазин. Большой такой кот. Коту, коту, его зовут Джонни, восемь месяцев всего. А, говорит, типа, не дай мне тебя обмануть. Я очень, я очень милашка, короче. Ой, ну эти, конечно, милаши такие. Эй, котик, у них у всех сон в час. Эй, ты чё такой большой-то? Тебе всего шесть месяцев или восемь. Кот. Кот-пекимот. Хе-хе-хе-хе. Надеюсь, ты домик найдёшь поскорее, хорошо? Так, вот сейчас не разглядела вот этих гадов. Ну, смотрите. Вот это вот ящер какой-то. Здесь какие-то кузнечики, ну... А, там тоже какой-то ящер. Вот, спит ящер. Так, тут кто? Питон. Питон. А где питон? Нет питона? А тут должен быть тоже питон. Нет питона? А где он заныкался? Вон он, вон он. Батюшки мои. А здесь... А вон он, в этом дереве. Блин, плохо видно из-за стекла грязного. А здесь... Я не знаю, как это перевести. А, кожечки мои. Господи. Так, тут никого нет. Прикуха здесь. А здесь скорпион должен быть. Не знаю, где он. Таранту. Где он? Не знаю, где он. И тоже здесь не гекко. Это, получается, зелёный какой-то должен быть. Нет его рога. Рыбки продаются вот в таких баночках. Представляете? Блин. Ну, хотя бы воду меняют, надеюсь. Мечки. Ну, вот вижу только одного хомяка. Остальные, видимо, тоже дрыхнут на своём часе. Что-то ест. Майкл, как знает, позвонил мне. Говорит, ты где? Я говорю, я покупаю еду котам. Он говорит, где? Я говорю, в зоомагазине. Он говорит, ничего там не покупай. Я говорю, да нет, мне не надо. Вот соседка котёнка искала. Но на самом деле, если бы тут были какие-нибудь галлящие птицы, я бы их точно купила. Точно. Обещаю. Но птиц нет. Знаете, какому-нибудь попугайчику вообще. Я прям хочу. У меня даже клетка уже есть. Небольшая, но, короче, она стоит без дела. Я бы очень хотела. Вообще, я хотела бы прям такую большую клетку. Я хочу себе, я себе хочу двух павлинов. Прям таких двух, шикарных. Вот, чтобы они у меня ходили по двору. Ой, ну прям вообще. Почему тут павлины не продаются? Почему у меня потёкло? Потёкло. Нефиг выпендриваться, как говорится. Короче, это было очень быстро. У меня даже кофе не успело остыть. Но я что-то... У меня аж голова заболела. Вот я захожу в эти магазины, и там нет воздуха. Там нет окон. Да вот это вот всё закрыто. Кошмар. Купила котам еду. Купила собакам печеньки. Всё, еду домой. Завтра на работу. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»